В эфире информационно-правая программа «Де-факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Подробности убийства в деревне Чкалово. Задержаны молодые люди, которые вскрывали ночью автомобили. Гомельский веломагазин ограбили дважды в течение мая. Четыре тонны спиртосодержащей жидкости изъяли у жителя Добруша при попытке провоза товара через границу с Российской Федерацией. Это произошло в ночь с 31 мая на 1 июня. В 22.40 на автодороге границы Российской Федерации «Гомель-Кобрин» для проверки документов был остановлен автомобиль «ДАВ» с российскими регистрационными знаками, который двигался со стороны России в направлении Добруша. В полуприцепе милиционеры обнаружили 789 бутылок водки и 783 пластиковые бутыли емкостью по 5 литров со спиртосодержащей жидкостью на общую стоимость свыше 63 миллионов белорусских рублей. Весь алкоголь был произведен в Российской Федерации. Акцизные марки Республики Беларусь отсутствовали. Водитель, житель Добруша, сопроводительные документы на груз не предъявил. Для проведения дальнейшей проверки весь незаконный груз и водитель грузовика были переданы сотрудникам МНС Республики Беларусь по Добрушскому району. Все шло к тому, говорят односельчане. Постоянные совместные застолья с криками и руганью закончились для двух жителей из деревни Чкалова Гомельского района печально. 70-летний пенсионер частенько любил захаживать к своей 43-летней соседке напротив гости. Несмотря на столь значительную разницу в возрасте, у них был общий интерес – совместное распитие спиртного и разговоры по душам. Нередко застольные беседы достигали такого всплеска эмоций, что на крики, оскорбления и угрозы в адрес друг друга собирались односельчане, как на просмотр спектакля в трех действиях. В конце прошлой недели в деревне все шло, как обычно. Люди были заняты своими делами, хлопотали по хозяйству. Но в воскресенье привычный уклад жизни сельчан встревожили не разборки соседей, а истошные крики козы, доносящиеся из двора женщины с самого утра. Первая трагедия узнала соседка погибшей. Она зашла к ней в дом после того, как довольно продолжительное время слышала, как во дворе подает звуки недоинная коза соседке. Женщина зашла в дом, увидела окровавленные вещи своей соседки, позвала других соседей, и они уже обнаружили труп, после чего вызвали милицию. Что касается личности подозреваемого, им является неработающий пенсионер, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Что касается погибшей, то, по словам свидетелей, они отмечают, что при жизни женщина была очень эмоциональной, особенно в состоянии алкогольного опьянения, и могла спровоцировать конфликт. Труп был найден в подвале дома, заколоченном гвоздями. Помимо одежды, с места происшествия были изъяты следы пальцев рук, а также предполагаемое орудие убийства – топор. Мужчину задержали, а тело женщины было направлено в морг. Причиной смерти данной гражданки явилась открытая черепно-мозговая травма, то есть настоял переломы костей черепа. Установить данность в категоричной форме сейчас нельзя, но по тем данным, которые мы получили, как минимум несколько суток. Известие о чудовищном убийстве своей односельчанки мгновенно разлетелось по округе и стало темой номер один для жителей деревни. Многие в шоке от услышанного и до сих пор не могут прийти в себя от мысли, что долгие годы жили бок о бок с таким страшным человеком. Это не человек, в том смысле, что не муравья раздавить, не муравья раздавить, а это же какой бы он ни был. Если вина подозреваемого будет доказана, то 70-летнему пенсионеру грозит лишение свободы сроком от 6 до 15 лет. Изрядная доза алкоголя сподвигла на совершение преступления жителя Гомельского района и его друга из областного центра. Объектом посягательств стали четыре автомобиля, припаркованных по улице Могилевской. Двое нигде не работающих после употребления спиртного решили ограбить оставленные ночью на улице автомобили. Работали дерзко, где били стекла, где взламывали замки. Во времени себя не стесняли. Из машин брали все без разбора. От автоэлектроники и чехлов на сиденье до блока цилиндров, помпы и турбины двигателя. Очевидец увидел происходящее о том, что совершается преступление. Лица скрывали, два человека скрывали автомобили. Из них похищали имущество. Он позвонил по 102 УВД Гомельского бесполкома. И данные по прибытию сотрудников милиции, данные лица были задержаны. Один из задержанных оказался ранее судимым жителем деревни Красное. У него уже был неудачный опыт воровства. В этот раз он работал в перчатках. Но и это не спасло от наказания. В отношении данных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражей и предъявлено обвинение. По решению суда в отношении данных лиц будет избрана мера наказания до 4 лет лишения свободы. Гомельский веломагазин на улице Интернациональной с начала мая ограбили уже дважды. Похитив более 30 велосипедов на общую сумму около 15 тысяч долларов. Первая кража произошла в ночь на 7 мая. Тогда воры забрались через черный вход, подобрав ключи и похитили 23 дорогих велосипеда стоимостью от 10 до 28 миллионов рублей. Вторая кража произошла в ночь на 21 мая. Злоумышленники забрались через окно, выдавив его и вынесли 10 дорогих велосипедов, а также аксессуары. С начала 2016 года совершено 157 таких краж. Воруют железных коней везде – у магазинов, в подвалах и на лестничных площадках. Оперативные сводки часто фиксируют случаи, когда велосипед стоимостью около 500 долларов и выше оставляют без присмотра или пристегнутым на простенький замок, который может быть вскрыт даже без помощи специальных инструментов. Этой небрежностью и пользуются злоумышленники. В основном велосипеды крадут из хулиганских побуждений, либо с целью перепродажи. К слову, человек, который приобретает такой велосипед, зная, что он краденый, также подпадает под статью Уголовного кодекса Беларуси. Имеются примеры территории центрального района города Гомеля, когда граждане приобретают заведомо, зная о том, что имущество краденое, в результате чего сами становятся преступниками. Законодательством предусмотрена ответственность, статья 236. По таким аспектам, буквально на прошлой неделе женщина была задержана за то, что в феврале месяца текущего года приобрела имущество, зная о том, что оно добыто преступным путем. Вот возбуждено уголовное дело по указанной статье, перспектива будет привлечена к уголовной ответственности. Игорь фамилию парня «Мы не называем» по этическим соображениям приобрел велосипед у своего приятеля. Каково же было удивление гомельчанина, когда сотрудники милиции наведались к нему в гости и рассказали правду о приобретенном им имуществе. О высоте моральных качеств такого знакомого мужчина сделал вывод уже сам. Что касается самого велосипеда, то он изъят и передан законному владельцу. Позвонили с милиции и оказалось, что велосипед похищенный, краденый. Игорь еще легко отделался. Он не знал, что вещь краденая. В противном, если покупатель заранее знает, что велосипед краденый, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Патрульно-постовые службы каждый вечер выходят на улицы Гомеля, чтобы следить за порядком и вовремя пресекать противоправные действия граждан. Мы увидели своими глазами, как сотрудники милиции несут службу. Патрульно-постовые службы в основном работают в вечернее время. Выходят на дежурство в 5 вечера и заканчивают в час ночи. Некоторые маршруты закрываются по ночам. Это самое криминогенное время. Сотрудники несут службу на улицах города, в основном приближенно к местам скопления людей. Самыми распространенными преступлениями в Гомеле, как и по стране в целом, являются распитие спиртных напитков и нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах. Особенно это касается теплого времени года, когда люди собираются компаниями у водоемов в центре города, разжигают костры, выпивают, лезут в воду. Согласно законодательству действующего, разжигать костры запрещено. Если люди праздно проводят время и хотят жарить шашлыки и тому подобное, это все должно соблюдаться с точки зрения пожарной безопасности. В мангалах обязательно должна присутствовать жидкость для тушения. Как отмечают сами милиционеры, разница работы в будний день или в праздничный существенна. Много людей находится на улицах города, в том числе в увеселительных заведениях. Как следствие, большинство правонарушений совершается в нетрезвом виде. За последние несколько лет каких-то существенных изменений в оперативной обстановке на улицах города, несмотря на то, что это праздник, либо это выходной день, не существует. Единственное может быть, когда погодные условия позволяют, тепло, то людей просто побольше из-за того, что тепло на улицах. А в основном, как бы, я отмечаю, что дисциплинированность граждан возросла намного, ну, в частности, в центральном районе. Не повально и не видно, чтобы, скажем, люди находились в нетрезвом виде. Мозырские пограничники задержали группу азиатов, которые нелегально находились на территории Беларуси и намеревались продолжить свой путь в Западную Европу через Украину. Двое граждан Индии и трое из Бангладеш, а перевозил их житель Украины. Вот такое интернациональное незаконное сотрудничество. Подозрительный микроавтобус обнаружили мозырские пограничники вблизи украинской территории. Предположительно, нелегалы должны были отправиться через границу пешком. Водитель на автомобиле через официальный пункт пропуска. Азиаты стремились в Европу. Для этого легально прилетели в Россию. После уже нелегально через Беларусь и Украину надеялись пробраться в Польшу. Сейчас мужчины задержаны и ожидают депортации. А вот в отношении предприимчивого украинца возбуждено уголовное дело. В Гомеле стартовал чемпионат УВД Гомельского облсполкома по стрельбе из табельного оружия, приуроченный к столетию белорусской милиции. Сами соревнования разбиты на два этапа. На первом из них спортсмены соревнуются в меткости и владении пистолетом Макарова. А после на стрельбище показывают мастерство владения автоматом Калашникова. Особенность самого чемпионата и в том, что каждая команда представлена как сотрудником мужчиной, так и женщиной. Усложнили организаторы и задания. Если стрельба в упражнении ПМ-1 и ПМ-4 была предусмотрена только для мужчин, то женщинам пришлось доказать профмастерство в упражнении ПМ-2 и ПМ-5. В общей сложности на чемпионат были заявлены почти 30 команд участников. В результате в упражнении ПМ-2 у женщин первое место у Натальи Бондаренко, а второй результат у Ольги Маховой. Обе спортсменки команда УВД. Тройку призеров замкнула Марина Стрельченя из Петриковского РОВД. Стационарную стрельбу в упражнении ПМ-1 у мужчин выиграл представитель Гомельского РОВД Андрей Литвенков. Вторым по меткости результатом отметился Вячеслав Завгородний, ветка. И третий результат у Сергея Аксенова, ГАИ УВД. А в динамичном упражнении ПМ-4 не было равных Вадиму Аникеенко из команды УВД. Полковые милиционеры в лице Игоря Прохорова показали второй результат и замкнул тройку призеров Александр Курачев, советский РОВД города Гомеля. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале Беларусь-3 и на сайте телерадиокомпании Гомель. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова